Видел, как Эрдегран на сцене дал пощечину ребенку. Видел это видео. Это очень странная ситуация. Там по сути такие обвинения идут, что жену из семьи забрали. Компанию отжимают. А решают эти все вопросы вообще не правоохранительные органы. То есть любые пропалестинские акции и флаг Палестины под запретом Саудовской Аравии. Я заметил, что русскоязычные мусульмане, живущие в Турции, Ирьяна защищают Эрдегана, а те, которые живут в Саудовской Аравии, защищают Бен Салма. Вчера в Африке, в стране Мали, там целая колонна вагнеров попала в засаду, по-моему. В общем, их там конкретно всех уложили. Человек 80-100 погибших. Несколько десятков, по-моему, минимум 15, говорили, но не знаю, может быть, даже больше, попали в плен. Это на самом деле очень такая серьезная ситуация произошедшая. И видите, тут еще что получается. После того, как этого Пригожина утилизировали, и вместе с ним этого Уткина, в общем, вагнера раздербанили. После этого вот эти вот все интересы России в Африке, который до этого представлял, курировал, там вел Пригожа, они перешли под управление Министерства обороны и непосредственно Евгуров начал всей этой темой курировать. И вот то, что сейчас произошло, это на самом деле огромный косяк, получается, Евкурова, если он это курирует. То есть за такой косяк там должны полететь головы, по идее. За это по-любому кто-то должен будет ответить. И вот я сейчас жду развязки этой ситуации. Мне интересно, кто будет за это отвечать. Евкуров будет или он спихнет эту ответственность на кого-то другого. Но в любом случае 80 или 100 тел. Это очень серьезный урон. И такое, я думаю, просто так пропустить не получится. Скорее всего, за это им какие-то там кадровые, ему, возможно, даже уголовные меры придется принимать. Евкуров, которого опустили, да, которого тот самый Пригожин отчитывал в Ростове. Вот этот Евкуров заменил Пригожина в Африке. Он начал официально все это курировать. И вот видите, какой результат. Томсо, если бы у тебя была бы такая компания, что бы ты сделал? Власти Швеции сделали бы так. Ведь в Америке тоже такие компании в опасности. Слушай, я не могу себе представить такую ситуацию, когда крупную компанию в Швеции пытаются на армию Рейдерске захватить. И эти, ну, обладатели этой компании идут за тем, чтобы получить справедливость, идут там какому-нибудь губернатору, какой-то, я не знаю, здесь, по-моему, нет губернаторов. Ну, не знаю, какому-нибудь чиновнику там в какой-то области Швеции. Это было бы очень странно. Нет, ребята, я, здесь, понимаете, есть такие вот ситуации, где люди могут там для ускорения своей, для ускорения достижения справедливости могут там каким-нибудь людям обращаться. Ну, это какие-то мелкие, понимаете, вопросы там. Долг какой-то надо выбить и еще что-то. То есть, в целом, вот это вот какая-то полукриминальная такая жизнь, она же везде, она есть. Но 5% ВВП страны, когда они обращаются на таком уровне ни в полицию, ни в суды, вы понимаете, что вот в этой разборке Wildberries не задействованы вообще никакие правоохранительные органы. Это вообще нонсенс. Там, по сути, такие обвинения идут, что жену и семьи забрали, компанию отжимают. А решают эти все вопросы вообще не правоохранительные органы. То есть, те институты, которые созданы для того, чтобы решать такие проблемы, чтобы подобного не происходило, они в этом даже никак не участвуют, понимаете. Видел, как Эрдеган на сцене дал пощечину ребенку? Видел. Видел это видео и, ну, это очень странная ситуация. Я не знаю, я жду, может быть, там какие-то разъяснения они дадут. Может, это у них такая, типа, такая шутка от Эрдегана. Она выглядела, это, конечно, очень странно. На выборах это голосование было. Также деньги раздавал на участки и шлепнул ребенка травма на всю жизнь перед камерами. Я не знаю. Я все думаю, может, у них это, типа, как... Ну, понятно же, что это не в прямом смысле, там, пощечина. То есть, это же не удара, это, типа, такая. Может, это, типа, шутка такая. Они ласкают, я не знаю. В общем, нужно, чтобы это как-то разъяснили нам, наверное. Если Кадыра так серьезно настроен против оппозиции, и почему он не заканчивает начатое. Что ты имеешь в виду? Что это начатое? И каких оппозиционеров ты имеешь в виду? Тумсо, я о том, что почему Кадыров не может достать тебя в Европе, если серьезно настроен против тебя. Ну, я не стою здесь где-то на площади и не жду, пока Кадыра меня достанет. И, наверное, это все-таки не так просто. Хотя, один раз у него все-таки получилось меня достать, но не до конца, видишь. Дело в том, что наши судьбы, наши жизни находятся не в руках Кадырова или еще кого бы там ни было. Они находятся в руках Господа Миров. И с этим они ничего сделать не могут. Саламу алейкум, Тумсо. Что скажешь по поводу хиджри в Мекку? На Ютубе наткнулся на видео, где один брат призывает мусульман переселяться в Мекку, что там безопасно, и теперь эта мысль не дает мне покоя. Алейкум ассалам. Я не знаю, что это за брат такой и какие он для этого механизмы предлагает, но я знаю, что власти в Саудовской Аравии они такого призыва точно не делали, переселяться к ним. И вот это переселение в Саудовскую Аравию, его осуществить как-то легально очень сложно. Плюс, если ты еще какой-то там преследуемый в своей стране человек, в России, например, то рассчитывать на то, что ты будешь там в безопасности, тебя защитят, к сожалению, не приходится. Поэтому я не знаю, как это все будет выглядеть. Туда можно в качестве туриста поехать, хадж, омру, понятно, тоже можно поехать. Возможно, в какое-то время ты там можешь пожить как турист. Возможно, потом ты как-то там, если ты получишь там какое-то право на проживание, временное вид на жительство, может, какое-то время опять-таки сможешь там пожить. Но как в, допустим, в этих европейских странах, чтобы была поставлена на поток такая система предоставления временных видов на жительство, постоянных видов на жительство по разным темам, там все-таки с этим не так просто, гораздо сложнее. И еще другой момент, это если ты поступаешь в какой-нибудь вуз в Саудовской Аравии, то тоже, естественно, на весь этот срок тебе предоставляют вид на жительство, ты можешь там жить. Но, опять-таки, срок проходит, дальше это все осложнено. В любом случае, если у тебя нет каких-то проблем в стране происхождения, то, в принципе, это можно. Тем более, если у тебя еще есть какая-то финансовая подушка, если ты зарабатываешь деньги, то ты, в принципе, можешь, я думаю, это все организовать. И, может быть, это будет не так просто, но возможно. Но, если ты человек с проблемами, и если тебе грозит депортация в Россию, например, и там ты будешь подвергнут несправедливости, то в этой ситуации Саудовская Аравия, к сожалению, не является для нас спасительным местом. Что, думаешь, Израиль сегодня нападет на Ливан? Понятия не имею. По-моему, они какой-то ультиматум выкатили Бали Ливану, то ли Хизбале, и сказали, типа, с юга Ливана отойти, что-то такое, короче. И, ну, если они ультиматум выдвинули, то, наверное, какой-то срок они будут выжидать, и затем, наверное, что-то будут предпринимать. Салам алейкум, потому что, оказывается, есть мусульмане, которые защищают Бен Салмана на вопросы по поводу его невежества, например, запрет палестинского флага в Саудовской Аравии, и так далее, они советуют прислушиваться к ученым. А что, в Саудовской Аравии запрещен флаг Палестины? Того я не знал. Что-то мне слабо в это верится, честно говоря. Любые пропалестинские акции и флаг Палестины под запретом в Саудовской Аравии. Я заметил, что русскоязычные мусульмане, живущие в Турции, ирьяно защищают Эрдегана, а те, которые живут в Саудовской Аравии, защищают Бен Салмана. Я, к сожалению, никак не могу это прокомментировать, потому что я не знаю, вот ты написал, что он там под запретом, а я не знаю, вот кроме того, что ты написал. Допустим, просто поверить на слово, ну, будет неправильно. Я думаю, будет логичнее, если с живущими там людьми эту тему пообсуждать. Все-таки не моя эта немножко тема, что там происходит в Саудовской Аравии, Турции и так далее. Я не совсем владею этой информацией. Субтитры подогнал «Симон»